ну и прежде чем мы покроемся проблемами как слоем пыли от нашего компьютера хочу предложить вам перейти на канал очень крутого чувака который занимается трансляции по прохождению киберпанка и действительно делает это очень круто очень классно комментирует правда с матами поэтому 18 плюс извините но очень эмоционально смотрел бы и смотрел канал кстати тоже называется ай панк быстренько переходим подписываемся смотрим трансляции поддерживаем и наслаждаемся всем привет не так давно у меня возникла проблема с компьютером которую я решал почти целый месяц проблема заключается в том что компьютер зависает намертво происходит это в основном под нагрузкой то есть если запускаю какое-либо весомое приложение игру запись видео и так далее также может зависать и с полным отсутствием звука но а если даже он и не зависает то вы просто будете вылетать из игр на рабочий стол и обратно разворачиваться не будет в том числе после сворачивания вы будете слышать звук также можете совершать какие-либо действия на изображение выводиться обратно с рабочего стола не будет такая проблема до сих пор у меня была counter strike но вот собственно ребята это и проблема вот как видите уже к с вернута к сожалению застал момент как на свернулась нажимаем развернуть я не знаю слышно ли вам но звук есть также я могу ходить вот но развернуть не могу поэтому сворачиваем закрываем и заново заходим вот такая неприятная проблема точнее одна из вариаций проблем с зависанием кстати у меня есть дополнительный ролик по решению этой проблемы и ссылочку на ролик я обязательно оставлю в описании посмотрите его тоже возможно вы решите эту проблему меньшими трудозатратами с помощью этого видео ну как ребят виснет комп почему завица на мертво ничего не работает на клавиатуре если мы нажимаем на блок примеру ничего никакой реакции какие же могут быть причины и в том числе следствие данной проблемы во первых вам необходимо обязательно вспомнить что вы делали с компьютером последнюю очередь то есть установили какое-то программное обеспечение либо возможно совершали апгрейд потому что при апгрейде такое быть может очень просто также может быть вы просто совершали чистку компьютера либо делали еще какие-либо манипуляции внутри системного блока отсюда делаем вывод что причин зависания могут быть в двух направлениях то есть это программный либо же системный проблема железом программная проблема может заключаться в основном в кривизне дров либо же в кривизне винды случится это может также по разным причинам например резкое отключение компьютера если у вас к примеру отключили электричество либо же вы выключили его неправильно также если же вы ставили под программное обеспечение или же устанавливали драйвера для какого-либо устройства если говорить и железе примеру решили почистить компьютер и впоследствии что-либо повредили например процессор. Либо же доставали оперативную память и вставили ее неудачно. Естественно, также могли ее повредить. Это касается других периферийных устройств. Видеокарта. Даже немножечко хочу заспойлерить. У меня был виной всему блок питания. Я перековырял все, а про него забыл. Также я делал апгрейд. Хотя проблема у меня была и до него, но с ним она усугубилась. Я менял материнскую плату, а также процессор. После чего зависания стали еще мощнее. Поначалу я подумал, что перегревается северный мост. Поэтому, как видите, я здесь сделал такую колхозную систему охлаждения для него. Маленький вентилятор. Кстати, у меня есть видео про апгрейд этого компьютера. И там как раз вы увидите, как я делал модификацию данного охлаждения. Еще одна из причин, на которую вы можете не догадываться, это разгон. Вспоминайте, делали ли вы разгон видеокарты или процессора. Если вы сделали его слишком чрезмерно, то при нагрузке могут быть такие зависания. Что касается причин. Ну а теперь давайте смотреть, как это можно исправить. Сразу хочу вас предупредить, что это может занять очень много времени. У меня это заняло практически месяц. Конечно же, не беспрерывно, но по вечерам я сидел и искал, в чем же может быть причина. Пытался переустанавливать драйвера, искать какие-то вредоносные программы и так далее. На самом деле, здесь все намного проще. И сейчас я буду говорить, что нужно делать. Запаситесь терпением и вперед. Как я уже говорил выше, самая частая причина этой проблемы является выход из строя блока питания. Выход из строя, как вы подняли, не полностью. Компьютер запускается, работает, но при нагрузке у вас не хватает питания и, естественно, получается зависание изображения. Как вообще его можно проверить? Во-первых, можно подставить сзади руку. И если же там очень-очень горячий воздух, то, естественно, значит, у вас есть уже какая-то проблема с охлаждением блока питания. И самый хороший способ исключить этот вариант, это подкинуть другой заведомо исправный. Можно взять его у друга или у соседа. У меня просто был запасной. Поэтому я его подкинул. Еще раз напомню, что сделал это в последнюю очередь. Но и после этого у меня все стало нормально. То есть с этим блоком питания у меня все работает как по маслу. Хотя визуально в данном блоке питания никаких проблем не имеется. То есть воздух холодный, он работает, даже работает под нагрузкой, но просто хаотично периодически вылетало зависание изображения. То есть это даже нельзя было проследить, в каком случае это происходит. Это хаотично могло вылететь, могло нет. Давайте перейдем изначально к самым простым методам тестирования и методам устранения данной проблемы. Это программные методы. Во-первых, особенно при апгрейде вы устанавливаете новые железа. Естественно, стоят старые драйвера. Как они будут синхронизироваться и работать с новым железом, неизвестно. Поэтому эту проблему вы можете получить очень легко. Поэтому при апгрейде обязательно даже не пытайтесь что-либо искать в драйверах, устанавливать, удалять старые. Просто ставите новую винду. Это будет проще всего и правильнее. Это можно даже взять как за правило. Сделал апгрейд, установи новую винду. Если у вас была лицензия, то ничего здесь страшного нет. Просто смотрите, какая у вас стояла операционная система. В моем случае Windows 10 Pro. И естественно она 64-разрядная. Скачиваете точно такую же и устанавливаете на свой жесткий диск. И сразу же небольшая рекомендация. Если у вас два жестких диска, либо же жесткий диск и SSD, то обязательно форматируйте перед установкой винды и тот, и другой. Даже если у вас были какие-то там файлы, лучше скопируйте их куда-нибудь и тоже отформатируйте. То есть оба жестких диска, либо же SSD и жесткие диски должны быть в одном формате и чистые. Так что первый пункт решения этой проблемы это новая винда, плюс полностью отформатированный в один формат жесткие диски. Ну и естественно SSD-шники. Именно для вашего железа устанавливаем все новые драйвера и радуемся. Как правило, я думаю, если вы делали апгрейд, то эта проблема должна исчезнуть. Еще одна проблема, которая может служить причиной вылетов из игр, к примеру, это установлен антивирус. Был у меня такое, что стоял антивирус Dr.Web, и из-за него вылетали игры. Как только я его удалил, проблема исчезла. Я думаю, что с программными методами все более-менее понятно. Более подробно рассказать не могу, иначе мы растянем видео на целую вселенную. Итак, по пунктам. Новая винда, отформатированные накопители, ну и обязательно все установленные новые драйвера. А теперь предлагаю пробежаться по железу нашего компьютера. Начнем с тестирования процессора. Для этого нам понадобится программа AIDA64 Extreme. Запускаем программу, переходим в сервис, выбираем тест стабильности системы. Сейчас будет нагружен процессор, именно процессор. Ждем примерно 5-10 минут, и мы можем быть уверены, что у нас в порядке процессор, а также северный мост. Ну и здесь, как видите, стоят галочки еще нагрузки оперативной памяти. Хотя оперативную память мы позже проверим отдельно. Если за это время не случилось никаких вылетов и никаких зависаний, значит, как я сказал выше, процессор в порядке, северный мост тоже в порядке. Ну и если вы не знаете, у северного моста есть несколько линий, и линии по процессору в порядке. Есть еще линии по видеокарте, мы их проверим тоже позже. И еще, как вы понимаете, сейчас компьютер мы нагружаем по отдельности. То есть отдельно процессор, отдельную видеокарту, и, естественно, возможно, мы этой проблемы не увидим. Но если мы запустим, к примеру, игру, и компьютер нагрузится полностью, тогда проблема может возобновиться. И тогда, как обычно я говорил, идем и смотрим наш блок питания. Следующим действием нагружаем видеоядро, то есть видеокарту. У меня есть для этого программа 3DMark, а также FurMark. Рекомендую скачать FurMark, потому что он весит мало, а также его можно найти где угодно в интернете. Ставим любое разрешение и нажимаем GPU Stress Test. Ну и ждем, пока бублик немножечко поиздевается над нашей видеокартой, то есть нагрузит ее. Да-да, извините, волосатый бублик, неправильно сказал. И опять же ждем 5-10 минут. Если видеокарта не отвалилась, ничего не зависло, не вылетели никакие артефакты, то значит видеокарта и, опять же, Северный мост по линии видеокарты все у нас в порядке. Следующее действие это проверка оперативной памяти. Для этого нам понадобится программа MemTest86. Вставляем флешку в наш компьютер, запускаем ImageUSB, все автоматически записывается, все интуитивно понятно, никаких проблем. Еще раз запускаем ImageUSB, флешка вставлена, выбираем нашу флешку. Здесь ничего не меняем, все галочки вставляем как есть, нажимаем кнопку Write. После записи флешка у нас будет готова, естественно, не забудьте, что она отформатируется, так что данные с нее нужны, скопируйте. И затем переходим в Boot меню на вашем компьютере и как при установке винды, выбираем загрузку с флешки, а не с жесткого диска. После чего тест запустится автоматически. Также ждете окончания теста, проверяем, не выдаст ли нам каких-либо ошибок по оперативной памяти. И еще одно. Берем любой инструмент. У меня вот есть такая кисточка, я чищу пыль. Можно карандашом, ручкой. И во время теста, или же просто во время работы компьютера так не сильно стучим по оперативке. Если же произошло зависание, то необходимо убедиться, что у вас с разъемами под оперативную память все в порядке. И контактные площадки контактируют с оперативной памятью, то есть с планкой. В программе необходимо проверить все плашки, которые у вас имеются, и естественно все разъемы под оперативку. То есть тестируем по одной плашке в одном разъеме. Остальные достаем. Затем каждую плашку, которая была на своем месте, то есть допустим первую в первой, вторую вставляем во вторую, первую достаем из первой, и заново проводим тест. И так каждую. Если где-то обнаружилась проблема, там ее и ищем. Если вдруг обнаружили, что какая-то из плашек работает неисправно, либо заменить ее, либо просто не вставлять плашку в тот разъем, который неисправен. Говорю в каждом ролике, будет не лишним протереть пластиком контактные площадки всех модулей. Как памяти, так и видеокарты, так и других периферийных устройств, если они у вас имеются. Также для четко чистого измерения я подкидывал другую видеокарту, подкидывал другую плашку оперативной памяти, также ставил вообще отдельно другой жесткий диск. Здесь была установлена чистая винда, убирал все SSD-шники, убирал все жесткие диски, установлены у меня, и ставил один жесткий диск, заведомо исправный, с чистой виндой. Вот что я проделал дополнительно по этой проблеме, то есть заменял каждый элемент поочередно. Да-да, есть у меня и другая материнская плата, ее я также ставил. Так что я перепробовал полностью все, и исключил полностью все проблемы. Еще на что я могу рекомендовать обратить внимание, это соединение жестких дисков и самой материнской платы. Нам необходимо достать каждый SATA проводок, почистить его щеткой со спиртом, потому что могут быть либо окислы здесь, если как-то влага попадала, либо же просто плохой контакт, и это тоже может вызывать зависание изображения. Ну и получать самое веселое, что произошло в моем случае, я проверил все, исключил все, как вы видели выше, и естественно, что остается у нас только блок питания, который, к сожалению, то ли по моей глупости, то ли не знаю почему, я решил проверить блок питания в последнюю очередь. Подкидывался в этом исправный, и что я получил? И получил полное исчезновение данной проблемы. Я вам рассказал все последовательности действий при данной проблеме, и я думаю, что на какой-то из них вы обязательно остановитесь и найдете, что неисправно у вас. Конечно же, достаточно понятно, что не у каждого пользователя есть запасной комплект каких-либо устройств для проверки дополнительных запасных, то есть нет жесткого диска, запасной видеокарты и так далее, запасного блока питания. Здесь скажу лишь одно. Тестируйте все, как я сказал выше. И естественно, на каком-то этапе проблема выскочит сама собой, даже если вы не подкидывали запасных устройств. Жесткий диск также можно протестировать с помощью программы HDD и регенератор. Туанс, который также может даже всеми этими способами не решить эту проблему, это если у вас вылетает игра, сворачивается и не разворачивается обратно. При этом слышите звук, можете ходить, выполнять действия. Дело может быть следующим, что просто-напросто у вас стоит два накопителя, игра, к примеру, это SSD-шник и жесткий диск. И винда у вас на SSD, а игра на жестком диске. И эта проблема поэтому может возникать. У меня тоже такое было. Просто берете жесткого диска, ту самую игру, и скидываете на SSD-шник. Значит, еще раз рассмотрим мою ситуацию. Я апгрейдил систему, значит, была установлена новая материнская плата, новый процессор, появились зависания изображения. Кстати говоря, когда я разгонял систему, эти зависания учащались. Под разгоном системы подразумеваю разгон процессора по шине. То есть я разгонял не только процессор, но еще и северный мост, еще и оперативную память. Именно поэтому мне в голову пришлось сделать вот такой вот апгрейд системы охлаждения чипсета, то есть северного моста. Это не помогло. Все медленнее и медленнее мне закрадывалось в голову, что виной всему блок питания, не додающий энергию. Ну так оно и оказалось. Все, всего вам хорошего. И желаю не болеть вашим компьютером.